В Мариинской епархии состоялся ряд семинаров по организации социальной работы на приходах. Инициатором обучения выступила руководитель Епархиального отдела социального служения и благотворительности Анастасия Ширгазина. Чему именно учились слушатели семинара, расскажут наши коллеги. Одной из важных задач Русской Православной Церкви является предоставление помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Издревле такое направление деятельности называлось «диакония». В современном мире именуется социальной работой. Это сам Бактон, я не одна пришла в гости. Я, смотрите, привела к вам еще. Это из епархии. В разных церквях социальная работа ведется по-разному. И многое в ее организации зависит от инициативы настоятеля храма и от самих прихожан. Так как я еще совсем молодой благочинный и всего лишь являюсь год с лишним настоятелем этого храма, еще отношения только выстраиваются у нас с администрацией, но первые какие-то попытки есть уже. Действительно, отец Алексей Соловьев возглавляет Топкинское благочиние Мариинской епархии совсем недавно. Но уже здесь, сейчас ведутся работы по оказанию социальной помощи разным слоям населения. Нуждающимся предоставляется питание и одежда. В подобной же ситуации находится Мариинское благочиние. Основная работа здесь ведется с бездомными. Оказывается, помощь многодетным и малоимущим семьям города. И все же в начале своего нелегкого пути приходится сталкиваться с многими трудностями. А чтобы их было меньше, нужен опытный наставник. Таким человеком стала Анастасия Ширгазина. С 2016 года она возглавляет отдел социального служения и благотворительности Мариинской епархии. По ее инициативе сегодня в Юрге открыт Центр социальной поддержки. Ведется работа со всеми гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Большую поддержку она получает в результате участия в грантовых конкурсах Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Вы хотите написать грант. Вы решили, какая делится. Вы можете мне просто позвонить, я вам стою, я могу к вам приехать, если надо. Но самое простое, там все просто, там все описано. Но то, что у вас возникают какие-то сложности, вопросы, вы можете прям звонить в православную инициативу, все просто. Они отвечают добродушно, все объясняют, все расскажут, все просто. Главное – желание. Так, в результате успешной защиты проекта «Общее дело» на конкурсе «Православная инициатива» Анастасия смогла организовать ряд семинаров во всех благочиниях Мариинской епархии. На этих семинарах я постаралась объяснить людям, что такое приходская социальная работа, что она включает в себя. Постаралась рассказать людям о грантовой деятельности, что в наше время есть большая финансовая поддержка фондов грантовых, благодаря которым может развиваться приходская социальная деятельность. Ну а в принципе социальная деятельность на приходе – это работа с бездомными, работа с женщинами-многодетными, моимущими, семьями, женщинами, отказавшимися от аборта, это работа с ВИЧ-инфицированными, с заключенными, то есть работа с детьми. Любая сфера социума – это в принципе также является приходской социальной работой. Единственный аспект отличия от государственного – это то, что приходская социальная работа должна быть направлена не только на оказание материальной помощи, но и духовной. Первым городом, в котором она побывала, стал город Топки. Здесь она пообщалась с социальными работниками и посетила храм преподобного Сергия Радонежского, где познакомилась с приходской социальной деятельностью. После чего она отправилась в Мариинск. В Анжиросуджинске Анастасия познакомилась с работой православного сестричества. Здесь, при доме-интернате для престарелых и инвалидов уже много лет сестры Милосердия скрашивают будни добрым словом, ласковым взглядом, дружеской поддержкой. Завершился семинар в Юрге. Участие в нем приняли священнослужители, приходские, социальные работники, волонтеры и прихожане храмов, желающие включиться в церковную социальную работу. В ходе мероприятия были озвучены разные темы, но все они касались организации социальной работы на приходах.